Под торжественный звон колоколов христианская святыня прибыла на Смоленскую землю для поклонения и духовной поддержки верующих. В этом году архимандрит Каневского монастыря владыка Игнатий дал свое благословение, чтобы частица мощей впервые покинула стены своей обители. В день прибытия святыни в храме был совершен молебен. Как говорили древние отцы преподобные, кто не слышит чуждые стоны, тому не помогут ни посты, ни поклоны. А потому единственный шанс, чтобы нас услышал Господь, это иметь доброе, милостивое, отзывчивое сердце. Смоленщина и остров Каневец тесно связаны между собой. Преподобные Зосима и Василийск, которые начинали свой путь в Ростовских лесах, были учениками Арсения Каневского. Вот это событие, этот юбилей, он важен не только для Каневца, не только для святой Руси, но для нас особо близок, потому что это обитель, родственная нам, родственная нашей обители, родственная нашей земле и нашей епархии. Преподобный почитается как покровитель моряков. Однажды он спас старца Моисея с рыбаками. Несмотря на это, Арсений Каневский помогает всем, кто испытывает нужду и беды, всем, кто обращается к нему с молитвами. В течение нескольких дней десногорцы могли прикоснуться к мощам преподобного. У каждого была своя причина, которая направляла их в Божий храм. Я молюсь за своих детей, у меня два сына, племянник есть, маленький Артемий, тоже за своих близких, родных. Всегда прошу Господа, чтобы милостив был к нам. Это в душе такое, захотелось просто прийти, действительно встретить. В нашем городе, ну, все-таки не часто бывают такие вот события. Поэтому вот просто веление души, тут даже не объяснить слова. 4 ноября христианскую святыню перенесли в собор иконы Божией Матери, всех скорбящих радость. А 6 ноября ковчег с мощами отправили обратно в святую обитель на Ладоге.